Привет, друзья! Соскучились по не просто красивым, но и во многом уникальным галам? Сегодня вас ждет даже нечто большее, ведь те мячи, которые вы сейчас увидите, будет очень сложно повторить, а некоторые из них и вовсе останутся единственными в своем роде. Но не будем затягивать, усаживайтесь поудобнее и поехали! Криштиану Роналду Посмотрев на этот гол, Криштиану Роналду невольно задаешься вопросом, как он смог это сделать? Ведь для того, чтобы нанести удар поворотом, португалец подпрыгнул на 71 сантиметр. Думаете, это не так уже много? Тогда попробуйте повторить. Но как бы там ни было, в матче против Самбдории нападающий Ювентуса смог поразить не только своей прыгучестью, но и невероятной способностью зависать в воздухе. Роналду научился летать. Именно такие восторженные комментарии звучали со стороны фанатов футболиста. При этом сам Криш скромно заявил, что очень рад, что помог команде добыть три очка в таком непростом матче. Что можно ожидать от матча, в котором встречаются команды, расположившиеся на разных полюсах турнирной таблицы? Думаю, точно не интриги. Ну а красивых голов – пожалуйста! Именно такой вышла недавняя встреча Ливерпуля и Уотфорда на Энфилде. Хозяева поля владели беззаговорочным преимуществом, а попытки гостей создать хоть какую-нибудь опасность у ворот Алисона выглядели крайне неуклюже. Необходимый результат красным обеспечил Мохаммед Салах, забивший по голу в каждом из таймов. Особенно стоит отметить его второй мяч. Садио Мане откатил мяч на Дива Каориги, но удар у того откровенно не вышел. Партнера по атаке подстраховал Салах, который элегантно переправил круглого в ворота шершней. Вспомним сезон 2014-2015 года. Тогда в матче розыгрыша Лиги Европы между Тоттенхэмом и Астеросом полузащитнику хозяев Эрику Ламели удалось забить просто невероятный по своей красоте гол. Находясь на линии штрафной, аргентинец не побоялся исполнить рабону и за свою смелость был награжден забитым мячом, который по праву претендовал на звание лучшего в том сезоне. А вот в этом моменте хочется отметить не только забитый гол, и в целом комбинацию, которая привела к взятию ворот. В матче между Легией и Металистом гости получили право на угловой, исполнять который взялся Жажа Куэльо. Подача нападающего явно оставляла желать лучшего, но, к счастью, мяч попал к Марко Тарсильери, который пяткой с линии ворот набросил его в район 11-метровой отметки. Именно там находился Василий Кобин, который в окружении нескольких соперников смог нанести удар через себя в падении и забить вот такой классный гол. Кстати, как и мяч Эри Каламеллы, этот гол также претендовал на звание лучшего по версии УИФа в том сезоне. А какому из них отдадите свое предпочтение вы, друзья? Не успел я подумать, что Киллиан Мбапе подозрительно долго не баловал нас своими классными голами, как нападающий роскошным ударом пяткой расписался в воротах Нанта, с которым ПСЖ встречался в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Анхель де Мария с правого фланга сделал передачу на линию вратарской, а Мбапе, оторвавшись от опекающих его защитников канареек, открыл счет в этом матче. А вот еще один гол, забитый ударом через себя в падении. Его автором стал Луис Суарес, отметившийся таким образом в воротах Сивили в чемпионате Испании сезона 2016-17 года. Лионель Месси прорвался по правому флангу и сделал передачу в штрафную, где защитник гостей выбил мяч таким образом, что попросту сделал отличную скидку на уругвайского бомбардера. Ну а таким подарком Суарес не мог не воспользоваться и попросту расстрелял голки перасивильцев. Как нужно наказывать соперника за допущенные им ошибки, ярко продемонстрировал всем Жереми Менез. В матче с Миланом, который состоялся в сезоне 2014-15 года, защитник Пармы сыграл не очень надежно, когда под давлением Жереми Менеза отдал пас своему вратарю. Этим воспользовался нападающий красно-черных, который на скорости обошел соперников, протолкнул мяч мимо голкипера крестоносцев, а затем издевательским ударом пяткой переправил его в ворота. Да, тяжело поверить, но сейчас этот парень выступает всего-навсего во втором дивизионе чемпионата Франции. А на сегодня это все. Чей гол понравился вам больше всего, друзья? Пишите свои ответы в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. До скорого!